Тромка, друзья! Сегодня мы посмотрим, мягко говоря, уникальный и необычный контент в рамках третьего Варкрафта, потому что матчи в формате 4х4 редко когда бывают на хорошем уровне. А тут еще не просто в формате 4х4, а еще и играют сильнейшие игроки планеты в какой-то степени, ну и в принципе своих регионов, как минимум из Китая точно. Справа стартует китайская команда, это Юмика, очень сильный игрок за Альянс, который когда-то в прошлом был действительно невероятен, но прямо сейчас поддерживает все еще неплохую форму. Но его тиммейты, это TH3.0, на секундочку, финалист WGL в последних, ну, за последние несколько лет, и в принципе чемпион многих турниров показывает просто великолепную игру, и вместе с инфи держит звание сильнейшего игрока за Альянс Планеты, ну, по крайней мере, долго держал. Инфи, так как он сейчас играет за рандом, и, видимо, в рамках того, чтобы как-то сыграть более гибко, решил взять ночных эльфов, к тому же он их действительно много практикует. И их последний тиммейт, это FLY GOGOGO, это FLY 100%, наверное, сильнейший китайский орк в истории третьего Варкрафта. Так что очень звездный состав, играют они в шоу-матч против европейцев, TH тут играет за орков, опять же, он не играет уже на турнирах, как и инфи, как и Юмика, как и FLY, в принципе, уже не то чтобы часто играет. Ну, и как бы играя на своих стримах за рандом, поэтому, я думаю, за орков он тоже вполне может сыграть. Против них играет SHOCKER, это сильный немецкий Undead, RTGAD, FATC и Француз. Если я не ошибаюсь, FATC это вроде как или RTGAD, кто-то из них это Todd, скорее всего это FATC, потому что он играет за Альянс, француз это вроде как или немец, или француз, тоже очень высокого уровня игры. Ну и RTGAD тоже, так понимаю, сходу не могу вспомнить, кто ты именно такой. Но, тем не менее, как вы понимаете, банда достаточно серьезная. Они играют в шоу-матч, то есть они договорились, призовой фонд я так и не смог нагуглить. Но, в целом, как бы, играют на победку, не на фан, я к этому говорю. В общем, заруба будет адская. Тяжело пришлось достать этот реплей, скажем так, надо его было подсмотреть и так далее. В этом надеюсь, что вы поддержите лайком, комментарием, это очень сильно помогает. Спасибо большое, ребята, и приятного просмотра, потому что зрелище действительно уникальное. Потому что командные матчи в профессиональном третьем Варкрафте, это зрелище редкое. Пока что будут индивидуальные цвета у игроков, потом надо будет, само собой, сменить на командные. Но давайте пока так поставим, для того, чтобы легче было понимать. Когда начнутся командные битвы, однозначно включу командные цвета. CH и Юмико закрепили эту шахту, для того, чтобы Юмико мог поставить базу. Также инфи закрепил золотую шахту, ставит древо жизни. То есть, соответственно, два экспанда. Базу ставит Француз, снизу слева. Базу ставит, я так понимаю, скорее всего, это Тодд. Ну давайте, да, это Тодд. Эртегат ставит магазин под базой Тодда. Видимо, чтобы став можно было купить шахту эту не крипят. Андет просто играет стандартно, имеется в виду через Рыцаря Смерти и Быстрых Пауков. Ну, в принципе, круто, потому что аура Рыцаря Смерти для команды действительно полезна. В итоге, по два экспанда ставят каждые команды. Но остановятся ли на этом, уже скоро узнаем. Пытается Тутией через Таурена сыграть. То есть, Таурен и Хэдхантеры. Очень сильная комбинация. Таурен силен из-за своей ауры, плюс еще топот. Само собой, дает невероятные бонусы. Если успешно его использовать, скажем так. О, большая банка неуязвимости выпала с этой шахты для Шокера. Попыталась Юмико ему как-то помешать. Юмико, конечно, царский изотар, плюс 14 к урону. Прямо очень серьезно. Тот в это время докрипливает эту точку. Но, да, инфи забирает эту позицию. Ему выпадает дракоша. Он сразу же использует дракона для того, чтобы быстрее крепить эту позицию. Ну, просто они отсюда взяли куча-куча-куча опыта. Хочет забрать эту позицию Тиэйдж и поставить здесь дополнительную базу. Андет крипит эту шахту. Возможно, отправить туда Виспайер Тегат и поставить там тоже свою базу. Ну, или Шокер поставит базу. Но он пока как бы не может сделать шестого Акалита, поэтому очень вряд ли. В итоге просто крипятся ребята. Тут начинается снизу столкновение. В принципе, зеленый-желтый, красный-синий-фиолетовый против зеленого-желтого получается. Тут очень мало юнитов пока. Но, в принципе, тут очень слабенький пока что Тот, кажется. Потому что у него всего лишь это не пехотинцы без щита. Поэтому они там будут страдать от хантеров и лучениц. Более того, тут дракон летает. Пытался забрать дракона. У него молнии пульнул. Но что-то как-то не судьба. Дракон небольшой, поэтому хава этих юнитов не может. Смотрите, прям агрессивно собирается играть инфи. Он взял с собой виспов. У него дом охотников достраиваться. То есть он, скорее всего, хочет ставить стражевые древа и играть вокруг этого. Дополнительную базу еще одну поставил в артигад здесь. И еще одну дополнительную базу ставят здесь. Две дополнительные базы одновременно. Теэйчу тоже ставит дополнительную базу. Короче, все в экспандах. Все в золоте. Все в шоколаде. Висп подходит. Нет, видимо, только для рассеивания он их взял. И это, в принципе, помогает. Потому что убили элементария. Дали третий уровень киперу и третий уровень форсиру. Таурен на пост не телепортировался своим дружбанам. У него есть кольцо и амулет энергии. Топовый дроп для него. Кольцо в 4 на 4 круче решает. Через волну играет. Кстати, я этот интерфейс, что слева и справа, не вижу. Поэтому, если что, могу завтыкивать. Вы увидите только вы. Поэтому небольшие проблемы могут быть, скажем так, с пониманием иногда. Да, он играет через волну. Волну удешевили. Поэтому, почему бы и нет. Нет, идея хорошая. Плюс это и какой-то дополнительный урон по площади. Поэтому посмотрим. Может быть, действительно это зарешает. Куча волн использовал. Еще одну может использовать. Конечно, амулет энергии. Замечательно тут заходит. Это туба плюс волна. То есть он сейчас еще будет использовать волну. Просто потому, что ему выпал амулет. Это позволяет забирать двух пауков. Дополнительно просто потому, что могут. Форсир скоро тут погибнет. Пытается отойти. Умико тем временем тут сверху куча пехотинцев. Сделал прям ух. Кстати, обратите внимание, что тут получается у каждого игрока по одной базе. В то время, как у Эртигада две базы, Андетт не поставил шахту. То есть Эртигад будет тратить кучу лимита на виспов. Но с другой стороны, зато у Шокера будет куча свободного лимита на армию. И, соответственно, Эртигад может скидывать бабки Андетту, чтобы он делал армию. Андеттские юниты, с точки зрения лимита, который они занимают, и импакта, который вносит игру, круче потенциально прямо сейчас. И, видимо, именно поэтому так решили сыграть Архимаг. У Юмико прибежал на базу Шокера. Со свитком зверя будет стараться сейчас тут воевать. Пытается отменить бойню. Без щитов пока бегает, я так понимаю. Но и не лей, с двумя когтями, с мантией. Ой, какой же дед лютый, плюс 25 под рыком. Телепортировался сюда Эртигад. Он взял Панду. Панда на большой дистанции, безусловно, сильный персонаж. С огромным уроном по площади, который работает и против техники, и против воздушных юнитов. Поэтому это просто замечательная тема. Дирижабль взял для того, чтобы спасти своих юнитов. Ну и плюс можно, таким образом, реализировать оппонента. Тем временем, Тодд прибегает иллюзией на базу Инфи. Смотрит, что тут происходит. Пытается Инфи и Флай немного закрепиться. Вообще, если что, Инфи, Флай и TH300 это как бы банда друзей, скажем так. Они в Китае организовали что-то вроде... Организации некоммерческой, наверное, так это можно назвать. Которые организовывают турниры и так далее. Ну, то есть они часто кооперируются. То есть это как банда стримеров, которые вместе постоянно контактируют, организовывают турниры, вместе играют и создают вместе контент. То есть они как бы хорошие друзья в плане именно своей деятельности. Они все три стримера. Юмико, в принципе, тоже популярный стример. И, видимо, они вот решили с ним как-то объединиться. Хотя Юмико стримит на другой платформе, которая называется... Кхуя. И, соответственно, как бы китайцы стримят на... Ну, то есть все остальные 3, то есть Флай, Инфи и TH стримят на другой платформе, которая называется Дую. Там у них очень много этих сайтов, потому что аудитория просто гигантская. Конкуренция гигантская и так далее. Не знаю, зачем я это вам рассказал, теперь вы это знаете, просто смиритесь с этим. Сфера яда появилась у Кипера, не зря Т3 делал. То есть Т3 без юнитов, просто с героями и двумя базами пытаются тут разобрать Юмико. У Тюмико в итоге тут, конечно, видимо, придется сжать ему свиток телепорта, иначе он погибнет. Потому что там еще раз корни сейчас будут использованы. Видимо, он хочет потянуть время. Там тем временем снизу француз атакует Инфи. У него есть Shadowhunter вторым героем. С Хекс, соответственно, триады. Но там как бы скоро пойдут триады с рассеиванием. Вот рассеивание скоро будет, поэтому скоро уже Shadowhunter будет малость бесполезным. Ну, из-за своего Хекса, но, с другой стороны, лечение будет полезным всегда. Тот взял Алхимика, в принципе, для того, чтобы лечить всех, почему бы и нет. Эртигат сразу же переходит в Великанов ими играет. Великаны это, безусловно, крутой юнит. Очень много урона может впитывать. Там тем временем зафокусили Кипера у Инфи. И он потерял его. Но он вроде как тут отбивается, как бы то ни было. Но смерть Кипера это, конечно, неприятно. Видимо, Хекс зафокусил, триады не было. Или не было маны на рассеивание. Или виспа рядом не было. Виспов как-то мало мы видим прямо сейчас у Инфи. Там лютая заруба здесь происходит. Я думаю, пора. Вот так вот делать. Я думаю, пора, да. Соответственно, ну, вроде как прогоняют. И могут дойти, например, сюда, уничтожить тут базу. Тут нет благословения природы. И Великанов тупо игнорят, как вы видите, да? В этом их проблема, когда их мало. То есть, когда их много, их становится тяжело игнорировать. А когда их всего два, они просто мимо пробегают и все. Вот. Тем временем Шокер просто крипится. У него сильные герои. Теперь у него есть барабанчики. У него четвертый Рыцарь Смерти со второй аурой. У него Лич со второй новой. Так что все прям замечательно. Отлично золото добывает у Тертигат. Пытается отойти как-то тот. Снизу Француз пытается зафокусить Жритцу. Но там подошла триада и рассеяла Хекс. Поэтому тяжеловато без каких-то приколов. Там два Великана вышло и Инфи. И теперь уже будет тяжеловато. Хотя можно Жритца с Телепортом. Поэтому она тут точно не умирает. Сразу же прожимает и просто уходит. Вниз отходит. В целом отбили точку. То есть, прогнали отсюда получается Флая и ТХ-00. Но посмотрим. Тут Зверинец. Два обители духов ставятся. И Шокер, видимо, отправляется в атаку. Наконец-то прокачался. Наконец-то подготовился. Делается первый грейд на атаку. Куча дополнительных Акалитов. Он тут ставит дополнительную базу все-таки. Темную Охотницу третьим героем взял. Ну и тут можно пушить. Юмика ставит два воркшопа. То есть, две мастерские. Это может быть масс-мортиры в 4х4. Это, в принципе, рабочая стратегия. Или может быть заготовка под вертолеты. Или может быть танки. Что вряд ли. Но такая вариация тоже присутствует. Там есть четыре башни. Поэтому просто так внутрь не зайди. Тем более, есть еще и первое улучшение на атаку. А нет никакого осадного урона. Поэтому кушать все это дело тяжело. На самом деле, мне кажется, было бы круче, если бы он попытался бы Экспанды поубивать. Хотя там тоже башни есть, конечно. Но это глубоко надо будет идти. Тем временем, инфи пытаются атаковать базу француза. Уничтожает сразу же магазин. Магазин тоненький. Поэтому это такая очень сладенькая цель. Потому что он много чего может дать. Тот вышел в Рыцарей. Рыцарей хорошо убивает великанов. Поэтому идея хорошая. У них есть тяжелые клинки, которые увеличивают урон по средней броне. У великанов на 65% больше урона наносится. Там сзади катапульта стоит огнем. Пытаются уничтожить землянку. Минус землянка. Сейчас из основного француза потенциально может быть собой блок. Таурен под фокусом. Он первого уровня. Плюс там есть другой Таурен, который дает вторую ауру. Поэтому, в принципе, особо разницы нет. Как-то пульда реально тут разносит здание. Очень мощно получается. Даже забавно Виверну сделал Флай. Как-то тут страдает очень серьезный француз. Но параллельно зато смотрите, что происходит на базе Юмика. Архимаг с крестом. Как бы он может поставить свою могилку и воскресить. Жалко в реальности так не работает. Тут, соответственно, золото не добывается Юмика. Башни падают. Но у него есть экспанты. Там золото добывается. Очень много великанов. Здесь у Вертигат. Они какие-то побитые больно. Однако, такое чувство, что тем не менее французы отбивают. Так что... Флай умирает тоже. Хорошо получается. Таурен пытается как-то отойти. Лютая заруба. Но защищает позицию. Однако, куча зданий француз потерял. Поэтому потери имеется. Светок телепорта жмет для того, чтобы прилететь на базу Юмика. И заставить таким образом улететь отсюда шокера. Идея хорошая. Потерял башни. Мейн не потерял. То есть, сделать в Т3. Покупает игрушечные башни. Ставит игрушечные башни. Прожимает свитки для того, чтобы восстановить здоровье Яман. Ну, в общем, работаем, как говорится. Новые башни ставят. Потому что, понятное дело, Андетт сюда еще вернется. Сделал второе улучшение на защиту зданий. Поэтому башни и все здания будут еще крепче. Инфи поставил еще одну дополнительную базу. Ну, эльфы могут себе это позволить. В принципе, одного крошера достаточно для того, чтобы добывать дерево. А там 10-15 виспов для 2-3 шахт вполне себе. Вполне себе можно позволить. В плане лимита. Плюс свободные бабки. Можно кидать своим союзникам. Начну тут золото добывать тоже Эртигат. Таурен. Скоро будет пятый. У него есть крест. Поэтому, если что, он мог умереть. Но не хочется умирать просто так. Хочется умереть в эпицентре боя, когда вы готовы сражаться. Подставляет в итоге ТХ свою катапульту. Она умирает. Таурен пятый уровень. Сможет ли он топнуть? А, бля, опять же у него волна. Непривычно видеть Таурена с волной. Сори, сори, сори. Непривычно. Крест есть. Прибежал Эртигат. В принципе, можно забрать Таурена. И у него телепорт. Если его поднимают в воздух. Я так понимаю, там у кого-то есть джезовый ветров. Скорее всего. Ну, Шитлхантер погиб. Получается. У Тейджа. Что-то все плохо. Тейдж возьмет телепорт домой. Телепортировался к союзнику. Чтобы он как-то мог помогать. Сам инфи в это время параллельно пытается как-то пушить. Его преследует француз. Он взял третьего героя Таурена. Чтобы, опять же, аура была. Тема полезная. Он единственный. Кстати, тут такая комбинация, да? Что каждая раса есть в игре, в команде. У европейцев. Бладмага делает. Высасывать ману. Флеймстрайк использовать. Тоже потенциально может быть полезно. Как же инфи пытается бесить своего оппонента. Тут тоже флай. Смотрите, он кучу виверн сделал. И вивернами пытается бесить оппонента. То есть, делает ставку на мобильность. На то, что он таким образом может хорастить экономику. Нет башен. То есть, тот поплатился за то, что он никак не защитил свою базу абсолютно. Виверн даже есть вторая броня. Поэтому они реально крепкие. Пока не будет никакого серьезного урона против виверн, они реально будут очень много урона вносить. Там тем временем пытаются как-то отбиться от артикада и шокера. Здания потихоньку падают. Великанов очень много. Сколбрейкер плохо выполняет роль стенки. Не хватает очень сильно рыцарей. Но это три есть. Поэтому скоро в них можно будет перейти. Пытаются забрать архимага. Он взяли лечение, выпил. Свет от паладина зашел. Также виверны побитый. Светы телепорта есть у форсира. Форсир с тафом бегает. То есть, он у эльфа крутил став. Видимо, там где-то под боком поставили магазин. Для того, чтобы это все работало. Ну, да. Еще ставнул. Инфе тоже надо быть поаккуратней. Опять же, у него тоже два става. Есть свет от телепорта. Поэтому вряд ли он тут умрет. Пуш продолжается. Очень сильно страдают великаны. То есть, Близзард, волна, Близзард, волна, Близзард, волна. И вода камень точит. И, соответственно, таким образом даже такой могущественный и крепкий юнит, как великан, будет сыпаться. Пытается их отвезти. На этой карте нет фонтанов. Поэтому здоровья никак не восстановить. Снизу там идет преследование. Видимо, да. Потерял, я так понимаю, инфи своего кипера в очередной раз. Просто жрица не спасает своего козла. Возможно, действительно козел. Это есть, что пытается зафокусить. У него опять есть крест. Ух. Не, ну надо уходить отсюда. Великаны просто мертвые. Надо убегать. Светок телепорта прожимает шокер. Возвращается домой. Ставает великана. Как восстановить им здоровье, вообще непонятно. То есть, как-то, ну, этим нужно заняться. В идеале, конечно, сделать так, чтобы орк там сделал, вот, именно, вич докторов. То есть, знахари с мастерством, чтобы они ставили тотем исцеления на великанов. Само собой, это круто работает. И Блад Ласт еще использовать. Прикиньте, великаны под Блад Ластом и под тотемом исцеления. Это ж просто жесть. И под Иннер Файером еще от жрецов. Это ж просто забей, какая жесть. Спушивают здесь базу шокера тем временем. Начинаются серьезные проблемы. Залетает. Опять же, да, рыцари под Блад Ластом были, но им рассеяли там. Дриады были, видимо, сзади. Ну да, они тут действительно есть. Вертолеты есть против Виверн. Там, правда, есть еще и недопыт, поэтому с ним можно разобраться. Дюмика пришел, поставил тут башни. Очень побитые великаны. Тейдж поставил еще Хилингвард. Его не успевают уничтожать. Светок исцеления только что прожал. В магазине у шокера продается светок исцеления, так как он нежить. Великаны потихоньку сыпятся. Такое чувство... О, Паладина забрал. Точечно, точечно шокер залетел. Хорошо получилось. Пытается забрать Таурена француза. Он умирает. Флай тем временем своего Таурена через топ откачает. Флай, возможно, потеряет своего Шэдоу Хантера. Он действительно... Нет, став произошел. Став, ну, кто-кто-кто-кто-кто. У него же става нет у форсера. А как? Что-то... Видимо, кто-то другой. Но да ладно. Кстати, есть, если что, варды у Тода. Поэтому он может их использовать. Великаны как-то страдают. Тут базу в итоге потерял шокер. Но, с другой стороны, зато шокер вот прибежал на базу TH и тут вырезает рабочих. TH только что на эту тему пинганул. Вот, смотрите, ребят. Надо наказать. А то, что он офигел вообще. Архимик третий с Близзардом. Прям хорошо. Пытается забрать Таурена у Флая. Но его опять ставнули. Конечно, став и прям замечательно работают. Колечко тут помогли, я думаю. Не в последнюю очередь пережить, чтобы у него сохранилось небольшое количество здоровья. Форсеры преследуют. О, Форсер мертв. Опять став. Да хватит ставать. Что это? Что это? Хватит. Орг не может ставать. Нет. Нет. О, это еще не альянсовский став, который здоровье восстанавливает. Забей просто. А тут минус база. Пытается TH продолжить свое наступление. У него прям армия из ФФА какого-то. То есть знахари, плюс виверны, плюс еще шаманов каких-то добавить. О-1 появился. Пытается пропушить базу инфи. Это может сработать. Пытается как-то инфи и флай с двух сторон окружить. Ой-ой-ой, TH теряет Таурена. Да, у него крест был, поэтому он сейчас остановится. Почти мертвая панда. Панда пытается убежать. Виверн долг ко мне. Четвертый уровень панды. Будет пытаться дышать. Таурена есть телепорт. Близзард опять же хорошо заходит. Пытается контролить. Койл еще один есть у рыцаря смерти. Базу инфи снизу свою потерял. Если так телепорта прожимает TH и уходит. Как же много событий происходит, да? Конечно, мозг ломается. Очень много всего происходит одновременно. Я не успеваю все комментировать. Но вот вам профессиональный матч в формате 4 на 4. При этом еще действительно топ игроками. О-о-о. Ну тут базу снесли. Надо как-то отстраивать. С другой стороны, опять же, Эртигат при бабле. Поставил костяной завод. Шокер. Собирается, видимо, играть через змеев. Но можно там построить одного числа для контроля. Он ведь замедляет противника. Когда-то давным-давно это замедление длилось 7 секунд. Сейчас оно до 3 уменьшилось. Это очень плохо и очень мало. Раньше вы играли исключительно ради замедления вражеских героев. Ну вот. Посмотрим. В принципе, в 4 на 4 есть возможность накопить этих юнитов. Потому что, если что, тебя прикроют твои братишки. Эртигат тут пытается поставить базу сверху. Если что, это очень большая шахта. На огромное количество золота. 22,5 тысячи. И в итоге Юмико решил, как любой уважающий себя игрок за альянс, строить башни. Потому что, ну, как бы, таким уж матерью дело. Если так телепорта только что прожал, тот вернулся обратно. Пытается вступить как-то Эртигат. Ему нужно восстановить великанов. Подойти к тотемам исцеления. Сюда телепортируются. Вот как раз под тотем исцеления. Чтобы его великаны восстановились. И вы смотрите, как здоровье у него восстанавливается. Ух, прям красиво. Башню в итоге отменил Шокер. И Эртигат, скорее всего, базу сможет тут поставить. Шокер тем временем отстраиваться. Снизу Флай. Собирается вместе с Юмико и Диэйджем пушить. Тут, кстати, три игрока. Это очень много. Тут же, с другой стороны, всего два игрока. Хотя нет. Три тоже. Тот же сверху. Снизу. Получается, сверху только Undead. В пять приходит башни ставить. Упертый, блин, китайский игрок. Третий уровень. Темная охотница. Это можно вторую инемату прокачать. Она значительно полезней. А вдруг завтыкают. А вдруг не успеют снять. А вдруг это зарешают. А вдруг, а вдруг. Моментально все вертолеты рассыпались из-за нитопыря. Они, в принципе, тонкие. Чего тут удивляться. Рыцарь Смерти потихоньку шестому. Флай топает. Ну, плохо. Там попал по большому количеству юнитов. Сзади стоят татемы исцеления. Если их не снимать, то, конечно, это очень крутое преимущество. Но там и с той, и с той стороны стоят татемы исцеления. Блин, великан даже под татемом исцеления умирает потихоньку. Ой, 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 ой. Чуть-чуть попал. Кто-то умер. Там кто-то умер. Я не видел, кто. Слишком много всего происходит. Окей, свиток защиты только что прожали. Вроде как вылечил, потому что не было сообщения о смерти вроде как. Умирают там потихоньку великаны. Просто тотальная жесть. Давайте так, давайте сначала посмотрим. Потому что за хп-барами мало что видно. Ну, как бы Близзарды залетают. Там, в принципе, сплабрекеры очень хорошо стенку выполняют. Потому что на них не работают вражеские способности. Супер много татемов исцеления. Снизу пытаются задувать пандов, вражеских героев. Потому что, желательно их контролить. Ууу, Юмико пытается ману забрать и отдавать паладину. Тоже, чтобы хорошо. У Тодда заканчивается потихоньку мана. Соответственно, ему тяжеловато. Там Тодда погибший. У Кантера у кого-то погиб, судя по звуку. Или Паладин. Паладин умер, да. Шестой француз. Форсир. То есть, третья молния. Флеймстрайк используют. Такое чувство, что тут выигрывают китайцы. Такое чувство, что тут выигрывают китайцы. Потому что европейцы потеряют активность своих героев. Там почти мертвый козел. Кипер. 2000 золота передал ТЕЧ своему союзнику Юмико. Опять волна. Минус 4 юнита за одну волну. Это жесть. А у Рен так-то шестой. Поэтому он переродится. Шестой уровень. Ульта. Пошел. Попадой. Тут пятый. Только скоро будет. Там уже шестой ультимейт у Кипера. Это вам не шутки. Это не сяськи, ма сяськи. Это под тотемом исцеления. Прикиньте, какое восстановление здоровья, да? То есть, ульта охранителя рощи. Тотем исцеления. Объедините это. Это же просто невозможно. Убить вообще. Забей. Лич пятый. Точно. Третья нова. Прожимает телепорт. Утоги ТЕЙЧ. Что-то... О! 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 Красиво! Смотри! 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 Убили быка. И после... Он не успел переродиться. Из-за того, что он не успел переродиться. Телепортировалась армия. И он переродился после телепорта. И в итоге его опять тут убивает. Красиво! Давно такого не видел. Красиво! Ну что, пуша тут инфи, получается? А в итоге Юмико прогнал отсюда Эртигада. Он поставил башню. Пробил. Сам ставит свою ратушу здесь. То есть, работяги сами работают. Сам параллельно в это время Флай прилетел наверх. И пытается тут убить Шокера. Ну, посмотрим. В принципе, тут надо попытаться убить это древо. Потому что... Получается, при бабле будут китайцы в такой ситуации. Да, сносят тут Шокера. Сколько бабок осталось? Ну, на 5 минут еще будет бабок. В родной шахте. У змеев 3-2. Скоро 3-3 будет. Ну, там всех широкарно играет. 2-3. 3-3. 2-3. Ну, вы понимаете. Архимага забрали. Где-то. Окей. Ой, блин. Точно. Это ж... Это ж... Это ж... Вирма. Это ж ледяной змеи под Бладуастом. Это ж он сжахает. Так. Мой молот укрепит вашу веру. Тут выкупили. Архимагу дали пиво. Паладин вернулся из алтаря. Тут тем временем Флай уничтожает просто базу Шокера. Он уничтожил Мейн Шокера. А Калиты пытаются избежать. Вот что, конечно, делают не топыри. Если что, не топыри. С жидким пламенем не позволяет ремонтировать здание. Поэтому это реально жестко. Начинается адская заруба. Тот теряет своего алхимика. Его решил стафнуть. Шестой уровень у Архимага. Так-то, если что, Близзард. Феймстрайк сзади. У Кипера есть ультимейт. Он его прожимает. И вот через этот ультимейт будет тяжело. Очень пробиться, на самом деле. При этом еще использовали зелье антимагической защиты. Поэтому просто так не сбить. То есть, соответственно, зелье антимагической защиты полностью защищает от любой магии. То есть, это как Блэкинг Бар из доты какой-то. Вроде как проявляется. Виверна там гибнут у француза, правда. Но вроде как неплохо. Однако сюда прилетел Фуай. Посмотрим, сможет ли он что-то сделать. У них пирями может убить весь воздух. Виверна у него 2-3 с ядом. Поэтому они много урона носят. Можно зафокусить какого-то героя. Однако там панда есть с дыханием и так далее. Молнию можно зарядить и так далее. Получается неплохо. Близзард. Очень хорошая позиция. Вроде здесь у Юмика и вообще у китайской команды. Инфи теряет, правда, своих великанов. Это условная проблема. Дыхание залетает. Ну, посмотрим дальше. Надо ставить новые тотемы исцеления. Сзади это очень сильно не помешает. Третий уровень у Бладмага. Передает ману. Дыхание. Тотемы исцеления новые поставил француз. Ультимейт прожимает новую хранителя рощи. Да, там очень маленькая перезарядка. Но так как не было зелья антимагической защиты, там сразу же использовали кекс и сбили. Там у TH скорее всего нет еще ультимейта. Нет перерождения. Поэтому желательно умереть ему. Для блага европейской команды. И действительно, он умирает и у него нет креста. Поэтому он умирает прям до конечной, скажем так. Его нужно будет покупать, скорее всего, в таверне. Иначе он в алтаре будет очень долго восстанавливаться. Но как-то здесь пушат. Европейцы неплохо так продавливают своих оппонентов. Да, есть плохая новость, что Шокер мертв. Но Шокер отстраивает базу снизу. То есть он там будет добывать золото. А на основной базе все еще есть здание, где можно произведить войска. Поэтому все не утро плохо. Все просто плохо у него. То есть жить еще можно. И плюс у них пропушивают здесь инфи. Есть вероятность того, что инфи прям умрет такими темпами. По крайней мере, его база, возможно, будет уничтожена. Выглядит, по крайней мере, именно так. Так, седьмой форсирован. Может ультимейт использовать на здание, например. Землетрясение, если хочет. Хотя, с другой стороны, форсайт можно использовать. Для того, чтобы посмотреть. Там, как бы, куча юнитов погибает. Пу-1 погиб. Пу-1 у Мика. Прям трэш-угар Израиль. Тем временем, смотрите, что происходит. Флай решил полетать. Не зря у него никнейм Флай. И он решил просто так вот по тыловым работам поработать. То есть уничтожать здание базы оппонентов. В принципе, идея рабочая, хорошая. Почему бы и нет? Там все временем выиграют время, по большей части. Однако здания падают у инфи. Потихоньку внутри его жизни. Каким-то макаром тут оказалось. Тут, видимо, золотая шахта закончилась. Она отсюда пришла просто. Окей. Там еще жрица погибла у инфи. То есть никакой ауры. Никакой флейты меткости. База выжила, если что, у инфи. То есть есть производящие здания. Есть колодцы. Поэтому все не так уже плохо. Как могло бы быть. Кипер. Улз уже телепорт есть. Прожимает. Иначе умер бы от Койл Нога, скорее всего. Там тем временем прибегает Юмика вместе с Флайем на базу Эртигада. И они его прям, откровенно говоря, булят. Терроризируют. Пытаются на экспанс верху прибежать. Для того, чтобы больше золота его не было. Толком. Потому что не было золота добычи. Тот перехватил тотем исцеления. Чтобы его юниты и союзные юниты тоже лечились. Тут, конечно, база Флая умрет такими темпами. И еще охранитель рощи инфи телепортировался на базу Флая. И, соответственно, там уже не было никакого спасения. Потому что магазин был уничтожен. Наверное, надо было домой телепортироваться. Или еще что-то в таком духе. Ну, что-то все плохо. Однако, с другой стороны, тут тоже все плохо. Шахта закончилась у Эртигада. Как-то не вовремя. Тут база погибла. То есть у Эртигада вообще нет золота добычи. В принципе, все закончилось. Тут золото закончилось. Мейн скоро закончится у Тодда. Только у Андеда все неплохо. Потому что там шахту поставил. Еще что-то. Ну, короче, есть какие-то ресурсы. Но не более того. Правда, пронесли здесь Флая. Он потерял много чего. Попытается, да, телепортировать на базу Эртигада. Чтобы Мейн выжил. Бладмак в итоге умер. Будет пытаться перекапывать Мейн куда-то. Богословение природы у него есть. О-1 вернулся из алтаря. Телепортироваться в итоге. О, да, точно. У Тодда есть же ульта Архимага. Поэтому он может так вот колесить по всей карте. Быть сверхмобильным. Быть везде. Помогать своим союзникам. Идея хорошая. Пытается убить Таурена. У Таурена, скорее всего, есть уже ультимейт. Но если что, у него есть телепорт. На всякий пожарный. Ой, там умирает. Дед. Дед погиб. У Тода. Это проблема. Еще и Таурен живой. У него волна сейчас будет. Да, его не убили. В итоге он по нулям. Он вообще не против сейчас умереть. Теряет Школу Хантера и еще Француз. Или, а не, это Флай. Близзард хорошо залетает. Иверна. Иверна под Гладластом. Там тоже иверна есть у TH-300. Очень много юнитов погибает. Очень много спецэффектов. Свистелок. У Тюмика теряет своего Архимага. Таурен там погиб у TH, как я понимаю. Так, возвращается домой. В итоге TH-300. Очень много они тут потеряли. Отстояли базу Шокера. Сами здания живы. Это хорошо. Умер пол-1 в итоге у Юмика. Юмика 30 лимита осталось. Там вообще все печально. Давайте я посмотрю на экран, что там. У Инфи 20 лимита. У Юмика 30 лимита. У Флайя 36 лимита. 48 у TH. А у Европейцев 57. 73, 62, 74. Ну понятно уже все, что происходит. Европейцев тут побольше. Они сейчас должны дожать оппонентов. Но есть проблема в том, что карта банально очень большая. Поэтому может быть это несколько тяжеловато. Дэм. Заливают. Ну я не знаю. Китайцам нужно чудо, чтобы победить. Потому что у них нет армии. Им нужны какие-то разводы безумные. Я не знаю. Какие-то. Вот да. Вот такие вот темы, что они сейчас делают. Видите. То есть не сражаться в прямом бою. А просто разводить оппонента. Зарешал конечно ультимейт кипера. То, что. Он не прокачан у Инфи был все это время. А вот у РТ Гада он прокачался достаточно рано. Это сильно зарешало. Убивая тем временем там базы. Тут башни сверху стоят над базой. Поэтому снизу нельзя атаковать. Еще одна база была построена шокером. Но он ее потерял. Однако тут база живет. У него два некрополиса. Чтобы если что можно было отстраивать Акалитов. Это было очень важно. Телепортируется РТ Гад домой. Для того, чтобы помочь. Можно до корни на Таурене. Таурен мертв. И верно минус. Там крест. Нет, креста не было. Ну а как? Что они могут? Китайцы все. У них ничего нет. Они без лимита. У Флая 16 лимита. Кек. ГГ. Ой, ну это мясо. Это мясо. О, хорошо. Ой, хорошо. Вот это я называю мясо. Вот это я называю мясо. Зарешал ультимейт у кипера, я считаю. Это был ключевой момент. Ну типа так много хп дал, что там сражения и китайцы проиграли на юге. Ну и еще куча других аспектов. То есть грамотная защита, мало отдавали. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и 4 на 4. Очень непривычный формат. И то, что европейцы с менее именитыми игроками победили китайских суперзвезд. Это, конечно, суперзабавно на этой карте. Да. Всем до встречи и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok